привет дорогие друзья сегодня у нас в ремонте вот такой вот простой мониторчик optima на 15 дюймов да да мы докатились вот до такого дна днищинского что приходится ремонтировать даже такие мониторы все в курсе да почему так происходит все довольны такой ситуации ну ладно не будем затрагивать эту политтему и сегодня у нас в ремонте вот такой вот мониторчик и дефект в нем он все работает все отлично в нем заменили конденсаторы все казалось бы ништяк но видите у него есть небольшая рябь на мониторе вот отчетливо видно что вот здесь рябит картинка и на самом деле и вот здесь рябит картинка то есть она немножко как бы гуляет есть рябь вот видите да бегущая вот эта рябь она отчетливо видно на краю картинки но на самом деле если подключить сюда вывести другую картинку то небольшая рябь присутствует и казалось бы в чем проблема сейчас будем разбираться проблема сразу не блоки питания потому что здесь все заменили сейчас мы это проверим вот замерим пульсации и будем же изучать от чего такая рябь берется и как ее устранить поехали разбираться я вскрыл мониторчик посмотрел блок питания видно что уже ремонтировался вроде бы поменяли все конденсаторы ничего плохого я вот так визуально не вижу большие потемнения это не есть хорошо для блока питания вижу что в горячей части что-то сильно горела стабилитрон или диод диод по ходу визуальный на диод похож заменен и конденсатор по питанию шим-контроллера по всей видимости тоже заменен был ключ не знаю менялся нет визуально пока не видно но если все работает то в принципе лезть сюда нет смысла нас интересует майнборд так тут много емкостей и вот эти емкости высока вероятность какая-то уплыла емкость и пошло вот это гуляние картинки так замеряем напряжение стабильно так 5 и 1 вольта здесь земля здесь какой-то не знаю сигнальный наверно здесь почему-то 2 и 88 странное напряжение 5 вольт здесь это по всей видимости включение подсветки это у нас 0 но это наверное все таки диммирование так окей хорошо по напряжением проблем вроде бы нет будем значит извлекать майнборд и быстренько экспресс анализ конденсаторов проведем через мироновский тестер мироновский тестер у нас вот такой вот классная приблуда офигенская сейчас покажу на что она способна но дома плату я извлек и дома проведу все замеры потому что держа рукой и еще и тестером замерять очень неудобно но вижу прям площадка вот посиневшего стабилизатора по всей видимости в обвязке какие-то конденсаторы усохли сильно и вот он сильно разогревался с другой стороны вот отчетливее видно отчетливо видно прям вот такое сильное потемнение по всей видимости либо большие пульсации либо не знаю наверно высоких к вероятности из-за больших пульсаций потемнение вот это и какой-то конденсатор усох и дает некачественную картинку на мониторе так что с помощью вот этого тестера сейчас быстренько пробегусь сделаю замеры и буду менять конденсаторы да еще хотел бы остановиться на таком моменте что некоторые мониторы не включаются без материнской платы вот смотрите сейчас у нас чисто блок питания инвертор да вот подключены лампы вот мультиметры кинул на линию 5 вольт вот на выходной диод шутки 5 вольтовая линия на конденсатор там сохраняется какое-то напряжение пол вольта но бог с ним сейчас я включу блок питания и он будет уходить защиту подаем питание и смотрим как блок уходит защиту смотрите пляшет показания то есть до 5 вольт не поднимается напряжение и сбрасывается сразу и слышны щелчки это отрабатывает шин контроллер он уходит защиту то есть без нагрузки без майборда вот не хочет полноценно работать блок питания это разговор о том что блоки питания когда вы без материнской платы подключаете когда вы запускаете блок питания без материнской платы надо какую-то минимальную нагрузку вешать на выходные линии причем я в своих роликах об этом чаще и часто говорю что надо чем-то подгрузить вот данном случае вот явный пример что линии не нагружены и начинает вот уходить блок питания защиту соответственно видим по мультиметру показания что они прыгают сейчас я уже питание отключил но запас энергии который скопился в конденсаторе он еще есть и блок постоянно перезапускаются но все он теперь успокоился вот знаете кто ремонтировать будет мониторы учиться и тому подобное имейте это ввиду это очень довольно таки важный момент и так проводим экспресс анализ наших конденсаторов я уже выявил проблемные конденсаторы показывал какие первый конденсатор 13 ом сопротивления у конденсатора емкостью 100 микрофарад это много сосед 4 и 7 микрофарада и у него 100 ом сопротивление есэр это очень большое вот этот вот слишком завышенный есэр соседний конденсатор он немного утек 1 из 6 ома но лучше бы заменить тоже следующее вот этот конденсатор и у него вообще не показывает есэр то есть он очень высокий больше 140 ом и вот этот конденсатор мне тоже не понравился он немножко тоже завышен по есэру два с половиной ома но это многовато лучше бы его заменить все остальные емкости в очень хорошем состоянии меняем их и проверяем на нормальном китайском есэр тестере vetik что т Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И все отлично... Нету никаких искажений на границах картинки... Все просто замечательно... Никакой волны... Не присутствует... Вот такой вот ремонтиц... Осталось мониторчик протереть... И на этом у меня все... Всем, кому понравилось, ставьте лайки... Пишите комментарии... Вы были на канале Домовой... Подписывайтесь... Также я появился на YouTube-канале... Подписывайтесь в ВКонтакте... Всем хорошего настроения... Удачных ремонтов... И, конечно же... Всем крепкого здоровья... Всем пока-пока... До новых встреч... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры... Субтитры создал DimaTorzok